И еще о том, как коронавирус меняет нашу жизнь, из-за пандемии большинство стран отменили или перенесли чемпионаты молодых профессионалов. В России в этом году впервые в истории движения WorldSkills отборочные соревнования пройдут онлайн. Старт назначен на 1 августа. Площадки, как и раньше, организуют на базе образовательных учреждений. Но как в новых условиях молодые профессионалы будут показывать свои умения? Все подробности узнаем прямо сейчас на связи со студией директор Департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич. Надежда Владиславовна, добрый день. Добрый день. И отборочные туры, сами соревнования WorldSkills Russia в этом году пройдут в дистанционно-очном формате. Объясните, как будет организован процесс? Отборочные соревнования WorldSkills – это соревнования, которые предшествуют национальному финалу. И в них участвуют представители и победители региональных чемпионатов разных субъектов Российской Федерации. Получается, те студенты, те специалисты и юниоры, которые выигрывают отборочные соревнования, которые проходят их, они принимают уже участие в национальном финале. Соответственно, раньше, до того, как у нас был новый формат введен дистанционный, у нас все отборочные соревнования проходили в зависимости от компетенции на территории разных регионов. И Тюменская область тоже не исключение. У нас ряд компетенций сервисных проводилось в очном формате. К нам приезжали студенты из других субъектов, из других образовательных организаций и участвовали в этих соревнованиях. Сейчас формат в связи с понятными условиями, объективными, немножко изменился. Но принцип такой же. То есть разные компетенции будут проводиться на территории разных регионов. Для Тюменской области такой компетенции будет медицинский и социальный уход. Уже сейчас мы понимаем, что количество участников в этой компетенции по регионам будет 64 человека. И это 49 регионов нашей страны. В чем основное отличие? Сама площадка, где будут проходить соревнования, она находится в каждом регионе. То есть фактически студент, который будет участвовать в этом конкурсе, он будет работать на своей площадке, на своей родной площадке. Единственное, что, естественно, требования к инфраструктурным, к оборудованию, на котором будет осуществляться, проходить соревнования, оно будет для всех единым и одинаковым. У нас на территории Тюменской области, точно так же на нашей домашней площадке, будут проходить соревновательные дни для наших студентов. У нас, получается, к нам приедут эксперты из других регионов, в частности это Казань, с Татарстана к нам приедут, которые будут наших студентов судить очно. Остальных, которые работают на своих площадках, на других территориях, они будут судить по веб-камерам. То есть там целые условия, целая система, целое техническое задание, которое описывает о том, каким образом, в каком ракурсе, как должны сниматься сами соревновательные дни. Вот примерно по такому принципу будет выстроен очно-дистанционный формат. И по такому же принципу каждый регион, ответственный за свою компетенцию, будет выстраивать работу. А сколько всего компетенций в этом году? И добавились ли новые направления? Новых не добавилось. Сейчас в таком формате 27 компетенций. Это стандартно все направления IT. У нас вошли в блок отборочных соревнований. Это сервисные, таких как туризм, предпринимательство, поварское дело. Ряд компетенций, связанных с образованием, дошкольное образование и многие другие. Всего их в том году было 50. Ряд компетенций не вошли в соревновательную программу отборочных мероприятий. В силу тоже определенных объективных причин, потому что для некоторых из них невозможен дистанционный формат проведения соревнований. А как подать заявку на участие? Есть ли какое-то тестовое задание? Это очередной этап в рамках соревновательного движения. Поэтому здесь заявки невозможно подать просто так. Это в отборочных соревнованиях участвуют только победители и призеры региональных этапов. А в региональном как можно принять участие? В региональном этапе нужно подать заявку в ту образовательную организацию, в которую вы проходите обучение. Всероссийский финал запланирован на сентябрь. Он тоже пройдет в дистанционно-очном формате или все-таки очно? Пока обсуждается, что это будет примерно такой же формат проведения соревнований. Дальше покажет время. А что вообще молодому специалисту дает победа WorldSkills Russia? Во-первых, это возможность получения объективной оценки своих знаний, умений и навыков. Во-вторых, это возможность посмотреть на других, на самые современные методы и способы, используемые в той профессии, по которой учится студент. И, естественно, на такие соревнования приходят смотреть самые крупные работодатели, потому что WorldSkills – это модно, WorldSkills – это современно. WorldSkills – это очень большой толчок к развитию образования, к развитию материально-технического обеспечения базой образовательных организаций, потому что то оборудование, которое используется и технологии, которые используются на соревнованиях WorldSkills – это самые передовые практики. Естественно, человек, студент, который владеет ими, он, конечно, очень конкурентоспособен на рынке труда. Постребованы специалисты. Надежда Владиславовна, будем ждать победителей в нашей студии. И до свидания.